Мы идем к вам. МЧС проверяет частные дома. Предмет контроля – пожарная безопасность. Посмотрели котел мой, посмотрел наше электрооборудование. Кто попал на карандаш? Страшное преступление в Могилевской области. Задержан очередной педофил. При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка, немедленно сообщите об этом милицию. Сколько грозит подозреваемому? В Минске арестованы оптовые закладчики. Благодаря грамотным действиям оперативников до потребителей не дошли тысячи доз психотропов. Почем смерть в таблетке? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Бобруйский в час пик на оживленном перекрестке. Две иномарки не поделили дорогу. Около 8 утра в ДТП попали Мерседес и Рено. Первый двигался по Октябрьской, второй в это время поворачивал налево, на Гоголя. Вследствие удара француза прокинулся на бок. Его водителя, 25-летнюю местную жительницу, госпитализировали с травмами. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. ГАИ призывает не нарушать требования сигналов светофора. Очередной лихач на въезде в Бобруйск регулярная маршрутка попала в ДТП. 29 октября водитель легкового такси двигался со стороны деревни Сычково. При повороте налево он не уступил дорогу междугородней маршрутке, тем самым спровоцировав столкновение. В результате аварии транспортным средством нанесены повреждения, пострадавших нет. ГАИ напоминает о соблюдении правил ПДД при перевозке людей и о запрете совершения опасных маневров. За безопасность вместе. МЧС проводит профилактическую акцию в преддверии отопительного сезона. Рейдовые мероприятия нацелены на проверку отопительного оборудования жильцов. Как обезопасить свой дом, знает Никита Александров. Глаз да глаз. Сотрудники МЧС в рамках профилактической акции проводят рейды в частном секторе. Проверяют состояние печей, наличие пожарных извещателей, целостность проводки и герметичность газопровода. В вопросе безопасности нет мелочей. Приходит специальный человек, прочищает, смотрит котел, дымоход. Все, сами смотрим, чтобы не был засоренный. Извещатели во всех комнатах у нас стоят. На особом контроле многодетные люди, которые ведут асоциальный образ жизни, а также одинокие и инвалиды. Внимание к пенсионерам не случайно. По статистике, больше половины возгораний приходится именно на их дома. Виной не всегда плохое отопительное оборудование. Порой подводят память и зрение. И здесь на помощь приходят спасатели. Я услышала, что проходят акции. Поэтому я позвонила в МЧС, чтобы приехали и проверили, все ли нормально у нас к зиме. Идет зима. Посмотрели котел мой, посмотрел наше электрооборудование. Обратиться в МЧС для проведения профилактической проверки жилья может любой желающий до 1 ноября. Для этого нужно позвонить по номеру 112. Процедура бесплатная. Кроме того, спасатели могут помочь с установкой пожарного извещателя. Главное – его наличие. Основная цель этой акции – предупреждение пожаров из-за несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности. В этот период особое внимание уделяется печному отоплению и соблюдению всех правил и подготовленности печи к отопительному сезону. За 9 месяцев этого года в Бобруйске произошло 84 пожара. 12 человек погибли. 11 спасены. МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности и следить за исправностью тепла и электроприборов. Легче предупредить опасность. Покусился на неприкосновенной Могилевской области. Задержан педофил. 69-летний подозреваемый проживал в одной квартире с потерпевшей ее матерью. Девочка приходилась ему родственницей. На протяжении месяца мужчина множество раз, оставшись наедине, домогался несовершеннолетнюю. Спустя время жертва рассказала о случившемся маме. Та сразу же обратилась в милицию. Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение и психологическое состояние своих детей. При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка, немедленно сообщите об этом в милицию. Подозреваемый задержан ему грозит до 15 лет лишения свободы. За 9 месяцев милиция выявила 767 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 98% злоумышленники установлены. Пойманы с поличным в Минске задержали оптовых дилеров наркошопа. В квартире у закладчиков найдено свыше 600 грамм мефедрона. 41-летний минчанин и его 44-летняя знакомая работали курьерами в интернет-магазине. После получения крупных партий они делили вещества на мелкие дозы и разбрасывали в лесных массивах Минска и района. Накануне задержания фигуранты забрали в лесу оптовую партию психотропа, которую планировали расфасовать в квартире. Задержанные успели проработать с закладчиками меньше месяца. Благодаря грамотным действиям оперативников до потребителей не дошли тысячи доз психотропов. При содействии ОМОНа и кинологов удалось беспрепятственно задержать дилеров и изъять опасное вещество. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Виновникам грозит до 15 лет тюрьмы. Не пойман ни вор, кассир из Бобруйска систематически брал деньги в карман. 22-летний местный житель производил отмену чека, средства забирал себе и тратил на личные нужды. Так за период с июня по сентябрь передприимчивый сотрудник магазина похитил свыше тысячи рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Внушительный багаж в Мстиславле у 32-летнего местного жителя изъято 500 литров спирта. Мужчина перевозил 105-литровых пластиковых канистр жидкостью, однако сопроводительных документов на груз сотрудникам ГАИ водитель предоставить не смог. Правоохранителям он пояснил, продукцию приобрел в Смоленске. Предпринимателю грозит штраф до 3700 рублей и конфискация товара. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе, в соцсетях. Я Кристина Рьянцева, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!